и снова здравствуйте всем привет и нужен вот такой контингент давайте попробуем сделать именно как противники да посмотрим я вот механику не очень обожаю да как не получается но у меня терпение не хватает и давайте сейчас вот из этого примата сделаем именно противника первым делом я хочу сделать дубликат и добавить значит импорт каску каску я скачал работа будет именно в плане франкенштейн почему потому что какие-то части я хочу взять именно с готовых моделей которые есть в интернете так ну тех которых не будет или вдруг что-то пойдет не так попробую сделать сам так сначала шлем посмотрим чтобы шлем нам дал такую как дал понятия именно как должен выглядеть наш персонаж так гизма скайл так давайте его поищем нажмем так где-то вот здесь он так нажмем фрейм получается фрейма нет значит где-то он очень далеко так уме 3 и нажмем сайс так сайс вот он вот он шлем где-то он в боку вот он и получается шлем так кайф ну вот в таком гадком состоянии так давайте его уменьшим через альт переведем на него гизма и перетащим к нашему персонажу если если сейчас не получится шлем реанимировать то тогда нужно будет искать новый кстати шлем и шлем вот эти очень много платных и раньше они были бесплатные сейчас их очень много продают как сделать шлем вот ссылка в описании можете посмотреть я уже его делал время не хочу тратить поэтому скачал так значит что диджитал и другого все сработало значит теперь дублирование и получается нужно нажать что он дай на мэш сейчас он все просчитает и думаю шлем будет не каличный ого шестьсот девяносто два две тысячи полигонов ну не суть вопроса за броши это дело все тянет так опускаем сталь хельм нажимаем значит вот такой вот вид подставляем и нужно его еще увеличить я думаю что поприкольнее было до глаза ну в принципе глаза нам нафиг не нужны контрол зет контрол зет и значит иксимметрию отключим вот такой шталь хельм вот так выглядит наш персонаж кое-что можно вдавить но я думаю лучше сталь хельм увеличить и значит вот сюда его подогнать потом уши значит уменьшим как будто они вдавлены и ну и можно наверное вот таким вот образом сделать ну пусть глаза будут видны так ладно первый вопрос разобрали шталь хельм есть теперь нужно ампутировать нашему подопечному какую часть тела и вставить именно механические части ноги и руки делать будем начать правую а левая левая рука будет механическая и правая нога механическая так очень мало механики более-менее нормальные значит что будем делать как бы этот вопрос весь обыграть чтобы меньше затратить времени да ну когда я даже механику честно сказать не хочу делать давайте я сейчас поищу в интернете и посмотрим что получится найти давайте выберем через альт левая кнопка мыши и к симметрии отключаем control значит нам понадобится ампутировать нашему герою вот эту руку control w и вот эту ногу так задницу оставляем потому что ну задница при операциях я так понимаю что не ампутируется control w control w нажимаем на персонажа и это дело все у нас уходит значит теперь модифика по уже дал hidden и что сделаем сделаем вот этому всему делу геометрии дайна мэш чтобы закрыть все вот эти области значит так дайна мэш на той же резолюции на которой стоит персонаж чтобы полигонаж не опускался хотя бы ниже пятьсот тысяч полигонов пятьсот тысяч полигонов это в принципе нормально вот и сейчас к этому делу будем все пристропливать значит делаем дубликат и на этот дубликат загружаем детали которые так опа так где они находятся вот эти по моему и так детали закинуты давайте их теперь опять же найдем так это значит гизму и где у нас геометрии так 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 сайс так вот они наши детали сейчас мы их немножко тут переделаем закроем вот эти детали которые ну не получились вот эти отделим ну словом будем пробовать что получится так так скайл подгоняем делаем еще раз скайл так нога еще поменьше должна быть ну потому что одна нога у нее есть не знаю если кто захочет потом эту ногу заменить файл кстати оставлю для скачивания для проекта так угу нашу обезьяну отключаем и делаем вот такую штуку значит здесь control 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 W control shift левая кнопка мыши и вот это дело оттаскиваем в бок включаем нашу обезьян control shift так смотрим на ногу ее нужно немножко сейчас почистить и переделать переделать в каком смысле что так вот эта часть так давайте так вот эту часть замаскируем сделаем control W а так делаем всему control W теперь control делим на поле группы control W и у меня вот на вот эти вот фланги вот на эту всю снегу честно сказать не лежит желание да так рука маскируем руку потому что для обезьяны это очень маленькая рука делаем control W так а эту часть мы увеличиваем теперь 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 что еще нужно сделать нога нога очень маленькая давайте ее тоже замаскируем так 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 маскировать не получается значит что давайте control W делаем на высоком полигонаже Dynamesh пусть хоть до ляма доходит тут пока 3000 полигонов она понятно что была уменьшена так смотрим что где закрылось так control Z я хочу еще больше полигонажа так и получается какой момент значит так вот эту штуку мы маскируем делаем control W и вот эту штуку мы маскируем делаем control W почему потому что там фланги провода в принципе меня это дело все устраивает так нога по отношению к основной ноге она маленькая да я хочу ее отделить тоже там где то если что то я залез все это дело перекроется пролепиться это дело не проблема сделать кстати так вот так делаем теперь sub sub tool делаем split go split ok вот у нас получились множество деталей через alt нажимаем на нашу вот эту ногу и вот эти вот детали в принципе которые торчат ну в принципе прикольно они тут торчат но они нам не понадобятся иначе делаем control W нажимаем на основную на основную полигруппу и делаем дел дел хидден скрываем то что нам не понадобится так здесь получается видите слишком большое пространство то что вот эта часть конечно смотрит из-за бедра мы ротации все это дело сейчас подкорректируем так что то пошло не так почему то все искривляется так и вот таким вот образом ну где то вот такая штука вот как вот эта нога стоит и с помощью мов давайте все это дело подведем ну где то вот сюда сделаем через гизму скайл почему потому что я хочу чтобы эта деталь была очень видна и желательно желательно да через alt выравниваем вот этот гизму я хочу немножко растянуть чтобы он был побольше все подгоняем к боку туда там сейчас все дело тоже перелепим добавим каких-нибудь деталей так эта штука есть через alt выбираем значит вот эту часть делаем ей опа рука у нас понятная control z значит руку маскируем делаем control w и это дело тоже давайте в софтулах split crawl split отделим так у нас получается нога которую нужно тоже сделать скайл и немножко наверное ее сплюснуть ну в принципе что нормально тут добавим вот эту сейчас здесь планку все это дело перекроем подкорректируем будет все нормально так но она еще не в ту сторону смотрит я хочу чтобы у персонажа все части были именно ну как сказать смотрели хотя бы плюс-минус правильно так здесь идет линия сгиба перекрута здесь будет работать у нас значит система поворота так фуру мне мешает вот где-то так так а теперь идет через альт нога но нога опять же control W и делаем split crow split отделяем саму ногу ногу я сейчас еще буду добавлять корректировать так через альт делаем ноге делаем ноге большой скайл так вот этот скайл это очень как говорится много да так значит мы его немножко уменьшаем хорошо бы ее конечно поставить на другую сторону и потом отзеркалить а потом удалить лишнее ну будем делать вот таким вот образом так раз так теперь выбираем вот эту ступку или лучше вот эту да вот вот этот мусор вот этот почему-то не цепляется так как кому он принадлежит давайте посмотрим вот этого мусора быть не должно через control пробуем на разных саптулах вот замаскировать и сейчас мы его все равно найдем он идет какой-то детали да так а ну-ка так нужно найти теперь вот этот мусор так нога еще в хлам запчасти в хлам нужно переделывать так вот это что а ну вот это значит делить окей все это дело сейчас закроем не проблема ногу перелепим что-то этакое добавим так сразу делаем скайл делаем перекрутку добавляем в эту сторону и поднимаем к нашему персонажу значит теперь раз нога перекручена еще больше перекручиваем вот эту штукенцию ну ну пока оставим сейчас пока динамеш не сделаем пока набросок и так мех есть тут сейчас еще добавим какую-нибудь плашку на таз все это нормально так теперь через alt выбираем нашего вот этого нашу руку делаем ей скайл делаем ей перекрутку значит с помощью мов подтягиваем вот сюда ну рука стала неплохо да так вот эту руку я потом еще больше хочу вытянуть так так теперь делаем скайл и через alt гизму перемещаем так надеюсь рука не сильно будет очень большая так вот единственное даже вот это хорошо ржавчина какие-то порывы но они должны закрыты при динамеш смеш знаешь если что гайки тут добавлю другие так это дело есть теперь переключаемся на персонажа маски маскируем вот эту значит руку гизма отключаем это control дровсайз побольше прибавляем так а вот эту широчайшую нам не надо это делаем control и инвертируем маску и вот этому всему делу делаем скайл вот ну плечевой пояс потом подправим все это будет нормально так получается пока вот такой вот персонаж нужно ему добавить здесь вот какой-то переход да так переход ну каким образом давайте моф сначала включим моф топологи и попробуем так если долепливать долепливать ну мясо можно накидать вот сюда да а вот с задницы с задницы придется сюда вставлять какой-то еще шарнир так где-то в таком духе угу угу так так ну погнали а подождите давайте еще раз кидаем все это дело так выбираем у нас же сейчас персонаж их симметрия моф так уши чуть-чуть прибираем на каску нажимаем альт левая кнопка мыши альт так значит перетягиваем значит подгоняем подгоняем что-то в таком духе ну в принципе чем не мех тут смотрим чтобы вот эти пальцы потом можно было анимировать чтобы они не слипли сейчас все долепим добавим докорректируем не суть вопроса идея придет сама так ну давайте вот эту часть сделаем еще побольше так пусть она крепится значит вот здесь чуть-чуть ее перекрутим уведем в бок тогда получается нам тут меньше нужно шланга потом можно шланги добавить так еще растягиваем чтобы она прям помощнее казалось как нога так здесь к пятюну подводим шланги ну мало ли что там да черуки сделали так здесь потом еще поуберем долепим так и вот эту часть тоже растянем вот так так растягиваем здесь потом подтянем переделаем так не суть вопроса так еще раз корректируем от вводим так так перекрутим сейчас выкинем так смотрим проверяем если сейчас делаем вот этой штукенции дайномеш закроется все или нет так так маска control control маск так закрылась значит здесь делаем порывы всякие всякие ошметки нормально 400 я хочу чтобы он очень был высокополигонален чтобы потом можно было с этим делом как-то работать так это чуть поменьше ботинок сделаем так значит что с ногой не получается вот это все дело закрыть так ладно пробуем теперь руку так левая кнопка мыши пробуем геометри модифика закрыть все если получилось все значит так закрыты так и оставим так теперь ногу пробуем просто закрыть хотя бы если нога сейчас не закроется придется ногу делать именно отдельно или закидывать вот эти все части закрывать бывает такое дело что что-то не получается так что это не катастрофично зато мы теперь знаем что у нас рука закрывается нам главное руку нога это вот эта часть не проблема сейчас мы ее исправим модифика это пол уже закрываем так вот эту часть теперь значит на нее импортируем опять же вот эту запчасть попробуем ее отделить по-другому опять же это видите моделированные что так находим опять же делаем size делаем ее побольше вот она появилась и сразу всей ноге и руке делаем дайна мэш так или лучше давайте модифика полады делаем все закрывается теперь мы только отделяем ногу смотрим чтобы не зацепить какие-то моменты делаем ctrl w ну а что нога нормально закрылась и отделим ctrl shift ногу значит делаем так видите остались артефакты давайте их немножко замаскируем вот эту часть тогда у нас будет вот она маска не беда делаем всему этому делу дайна мэш на большой резолюции чтобы все это дело склеилось видите прогонка прошла сейчас все это дело склеилось и попробуем все это дело обрезать trim curve даже не не trim curve а flip circle и вот так все это дело попробуем обрезать какие-то детали все равно добавим вот сюда куб можно добавить или пролепить чтобы это все дело закрылось но в принципе неплохо так получилось гадковато конечно но все это дело решается решается таким способом ставим кисточку клип вот этот как он называется клей билдап ставим опять же как я показывал на автомаскинг я частенько именно так работаю и теперь на двоечку граф сайз побольше и накидываем массу зачем накидывать массу просто получается что полигоны и вершины находятся очень далеко друг от друга и они просто не могут склеиться вот такая штука ну а когда вы накидываете массу и делаете control левая кнопка мыши ну типа динамес все это дело должно воссоединиться ну а если такая штука не работает тут нам поможет деформация инфлат инфлат мы надуваем вот так чтобы и делаем опять же динамес тогда опять же вершины полигоны будут ближе друг другу и должно это дело все нормально закрыться но опять же это нужно подождать если будут какие-то сколы там вот эти вмятины но более-менее склеены без пустот ну это нормально так все лапа вроде бы пойдет и низ видите рифлены все нормально так вот эту часть сейчас все это дело мы восстановим вверх закроем добавим какие-то детали не суть вопросам так что у нас получается вот с этой частью так часть закрыта остаются артефакты но это все будет наверное объединено если нет то будем что-то это дело тоже думать ну а вы думали что фронт пинштейн и было легче соединять вот эти все детали упокойников сомневаюсь так пусть нога вот это будет даже побольше будет прикольней так угу так нога есть рик просто будет несимметричен придется каждую косточку выставлять ну это тоже не проблема главное что рука вообще получилась нормальная но смотрите в чем фишка когда мы будем делать анимацию значит кости будет не знать куда нам поворачиваться поэтому нужен угол угол мы создадим вот таким вот образом так ладно угол создали детали здесь есть какие-то вон они артефакты торчат мы их ликвидируем где-то добавим еще какие-то детали кубы шестеренки гайки можно возбудить будет по новой и делать нужно еще что я вот хочу наверное либо еще какую-то детальку взять чтобы заполнить пустоту или можно знаете как взять кисточку мофтопологи и попробовать без иксиметрии вот эту часть вот эту часть вытянуть а вот эту часть натянуть вот так здесь сейчас пролепить будет вот здесь видите уже идет заполнение вот этой пустоты так задницу не трогаем и ну типа кожу натянули на механику здесь долепиться а вот эта часть заполнит у нас вот эту деталь здесь чуть чуть значит вот эту часть можно убрать но здесь еще тазовая вот эта кость идет можно ее как бы моделировать нахлестнуть вот сюда и здесь ее потом пролепить как будто к ней это все прикрепили так здесь идут шланги нужно показать что это шланги ну вот ну а тут какая-то деталь мы уберем уберем в мэш и она с ним потом срастется ну эту сейчас можно замаскировать и надуть control z control z так с этим делом опять же поработаем пофантазируем можно вот сюда еще добавить какую-то не знаю шланги тоже вот сюда побольше трубок ну все вот мех почти готов да но деталей мало и он как бы не играет так вот здесь еще в подмышку уходим заполняем все вот эти детали так вот эти детали которые конечно видно не будет ну как когда будет рабочий персонаж так так вот эти детали control w уберем найдем опять же в геометре найдем modify topology biohidden ну и вот эти вот всякие мелкие вот эти волосюшки всякие тоже нужно чтобы они скрылись и именно в мэше или ударить так это значит персонаж ну в принципе чё нормально выглядит теперь я хочу вот что сделать это взять значит детали прошлого моего персонажа это значит был кто у нас этот с игрушки сейчас найду скину и попробуем подключить посмотреть как это будет выглядеть и так вот у комплектация значит персонажа ствол взял я от медика лямки от медика ремень от медика и короче вот этот аппарат от медика получился вот такой персонаж давайте посмотрим как выглядел медик кто не помнит кто не смотрел канал так это вот ствол медика такая штукенция теперь файл open да нет так а вот это сам медик ремни ремень взят него значит лямки тоже взяты с него можно у него еще перчатки забрать но тогда не знаю в тему они будут нет ну такая штукенция и вот этот лечащий такой агрегат тоже взят с него но так выглядит медик вот так он выглядит сверху такая штука и так вот такой получился персонаж и времени затрачено в принципе немного и короче это типа система франкенштейн соединяем отделяем приставляем вот такая штука все всем пока в принципе порядка и это Продолжение следует...